Фёдор Добронравов и его Ирина, как подруга детства самого народного артиста, стала любовью всей его жизни. Фёдора Добронравова сегодня называют самым народным артистом, а каждое его появление на экране заставляет зрителя не сводить глаз с его героев. Но было время, когда он работал на заводе, мыл полы в Третьяковке, убирал двор в детском саду и ждал, когда же наступит его звёздный час. Только теперь он признаётся, он состоялся как актёр только благодаря своей жене и как семьянин тоже благодаря ей. Ирина совершила настоящий подвиг ради того, с кем связала свою жизнь в юности. Они были знакомы, кажется, с самого детства. Она занималась в танцевальном коллективе самого обычного Дворца культуры в Таганроге. А он там же посещал занятия в цирковой студии. Они встречались во время совместных концертов, периодически общались, как общаются все дети. Фёдор мечтал о том, как поступит в цирковое училище и станет знаменитым клоуном, как Олег Попов или Юрий Никулин. После окончания школы он отправился поступать в Москву, но оказался слишком молод для того, чтобы стать студентом. Ему предложили сначала отслужить в армии, а потом приходить учиться. Он отслужил в ВДВ и вернулся в родной Таганрог. Цирковую студию к тому времени расформировали, так как руководитель в силу возраста не мог больше управлять коллективом. Фёдор уже не мог без сцены, поэтому отправился в танцевальный коллектив. Поначалу Фёдор и Ирина были партнёрами по танцам. Им приходилось общаться почти ежедневно. Через время они уже не могли обходиться друг без друга. Потому и приняли решение о создании семьи. Тем более, что у Фёдора в руках было несколько рабочих профессий. Слесарь, сварщик, электрик. Семью он уже вполне мог обеспечивать. Фёдор и Ирина не только сыграли свадьбу, но ещё и обвенчались, что в советское время было сделать совсем непросто. Фёдор в шутку пообещал жене, что будет любить её всю жизнь. А верность сохранит ровно до девяносто лет. После непременно начнёт изменять. Казалось, его жизнь уже сложилась. О цирке он уже не вспоминал. Работал на заводе простым слесарем. Но у Фёдора появилась новая мечта. Он заболел театром. И каждый год во время отпуска настойчиво, год за годом, ездил покорять Москву, пробуя поступить во все театральные вузы столицы. Неизвестно, как долго могло продолжаться это покорение вершины, если бы кто-то не посоветовал ему поступить в Воронежский государственный институт искусств. Виктор, старший сын Фёдора и Ирины, родился в 1983 году. А в 1988 до баронравов окончил институт. Все эти годы жена поддерживала супруга, не давая ему свернуть с пути к своей мечте. При этом Ирина страстно хотела стать актрисой, но приняла решение заниматься семьей, в то время как муж будет строить свою карьеру. Они все перебрались в Воронеж на время учебы будущего актера. В 1989-м у супругов родился младший сын Иван. После окончания института Фёдор вместе с однокурсниками организовал молодежный театр «Рубль» в Воронеже. Жена в это время работала вязальщицей в доме быта, чтобы муж имел возможность заниматься любимым делом. Там же, в Воронеже, Фёдор Викторович по настоянию жены встретился с Константином Райкиным, прибывшим в город на гастроли со своим театром «Сатирикон». После чего был приглашен в Москву на работу. Поначалу ему пришлось не сладко. Он жил в гримерке, мыл полы в Третьяковке, перевез жену с детьми в Москву. Поначалу жили в общежитии, после сняли однокомнатную квартиру. К мытью полов в Третьяковке добавилась уборка территорий детского сада, в который ходил младший сын. Им жилось совсем непросто. Фёдору Викторовичу казалось, что успех фотан, стоит только приложить ещё чуточку усилий. Но фортуна вовсе не спешила поворачиваться к нему лицом. Жена и дети совершенно не видели его дома. Он работал, играл в спектаклях, ежедневно не позволяя себе расслабиться. Супруга периодически напоминала ему о своём существовании, да и дети требовали отцовского внимания. Он же всё время уговаривал её потерпеть. Она терпела, плакала ночами, выбивалась из сил, но терпела. Фёдор Добронравов признаёт, его семья и его карьера состоялись только благодаря терпению и мудрости жены. Это она сохранила его дом в то время, когда всё рушилось, когда надежда на лучшую жизнь даже не была видна. Позже к актёру пришли слава, народная любовь, финансовая независимость, а вместе с ними переоценка ценностей. Он понял, профессия, слава, деньги второстепенны. Главной должна быть семья. Фёдор Добронравов не устаёт повторять. Жена вынесла все испытания, и теперь остаток жизни я доживу. Благодаря жену за её подвиг. Сыновья Фёдора и Ирины Добронравовых выросли и стали успешными актёрами. Оба женаты. У Виктора подрастают две дочки – Варвара и Василиса. Все мужчины семьи Добронравовых отличаются старомодными взглядами. По их мнению, жена должна быть одна и на всю жизнь. Когда Фёдору и Ирине задают вопрос, как им удалось воспитать таких сыновей, они лишь пожимают плечами, только личным примером. Виктор и Иван гордо заявляют – Добронравовы своих жен не бросают. Субтитры создавал DimaTorzok